В структуре ВВП Казахстана доля туризма составляет 1%, а к 2023 году эта цифра будет доведена до 8%. Если сейчас туристский сектор обеспечивает рабочими местами 400 тысяч человек, то через 5 лет в этой сфере будет занято более 650 тысяч казахстанцев. Об этом говорилось в ходе выездного заседания Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента страны. В рамках реализации задач, поставленных Ельбасов, в послании развитию туризма будет уделено значительное внимание. Ответственные ведомства уже начали работать над специальной госпрограммой. Жемчужина Казахстана в этом году приняла почти миллион гостей. Потенциал позволяет планировать создание здесь еще двух крупных объектов – курорты Акбура и Бурабай. Акиматом Акмолинской области выделены значительные средства на развитие дорожной инфраструктуры, подведение коммуникации, создание мягкой инфраструктуры, строительство других объектов, которые создадут условия для того, чтобы сюда уже пришли частные инвестиции. Активно ведется работа по развитию событий ново-туризма. Самые яркие фестивали, встречи, экспедиции и шоу уже этим летом проходили именно в Бурабае. В настоящее время идет реализация третьего этапа плана развития Щучинско-Бурабайской курортной зоны, на что выделено более 60 миллиардов тенге. Как итог проделанной работы, курорт привлечет еще 180 миллиардов тенге частных инвестиций. Для того, чтобы все это наладить, начиная с получения виз, таможня, пограничники, сервисов в аэропортах, на железных дорогах, автомобильной трассе, везде все должно быть продумано. Нет никаких мелочей в вопросах развития туризма. Сейчас специалисты работают над казахстанским брендом. Чтобы повысить туристическую привлекательность страны, будет решаться вопрос, как и где готовить кадры для этой сферы. К слову, отрасль туризма в мире создает каждое десятое рабочее место. А значит, потенциал всех регионов страны может принести не только пользу, но и доход, уверены сенаторы. Мадина Смоглова, Евгений Шенкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24.